Программа предназначена для аудитории от 16 лет. Поддержка программы «Особое мнение» – компания «Покровстрой». Мы строим для бизнеса. Быстро, качественно, надёжно. «Особое мнение» на 101FM. Да, это программа «Особое мнение» на часах 13.05. Меня зовут Владимир Сметанин. Здравствуйте. Впервые, кстати, в этом году, в новом 2017-м, и впервые в рамках «Особого мнения» я сегодня буду общаться с Владимиром Костиным. Это координатор Кировского регионального отделения ЛДПР, депутат Заксобрания Кировской области и руководитель фракции ЛДПР в нашем ОЗС. Владимир, добрый день. Добрый день. С наступившим. И вас. И с отступающими морозами. Дай бог. Потому что только что заглянул в прогноз погоды, завтра уже порядка 20, со знаком минус, а послезавтра порядка уже 10. Будем верить. Насколько морозно в ОЗС? Наверное, сейчас морозно, ввиду того, что... В плане взаимоотношений. В плане взаимоотношений горячо. Горячо. Совсем не морозно. Сейчас мы с вами начали говорить о том, когда состоится следующее пленарное заседание. Оно будет только в феврале. В январе это без этого пока обходится. Да. Ну, видимо, потому что длительные праздники обусловили тот порядок, который там есть в Заксобрании, и мы физически не успеваем носить законопроект. С подготовкой проблемы, поэтому январь у нас пока обходится без этого мероприятия. Ну, вы человек в ОЗС новой, да и вообще ранее, как говорится, в представительные органы не избирались. Хочется все-таки у вас, как у нового человека в ОЗС узнать ваше впечатление от работы в региональном парламенте, и, возможно, уже какие-то сделаны первые выводы. Да, с вашего позволения, небольшое отступление. Все-таки всех радиослушателей поздравляю с наступившими праздниками. Желаю, чтобы в домах царило благополучие, чтобы все были здоровы, счастья вам, побольше положительных эмоций. Что касается законодательного собрания, не совсем правильное суждение о том, что я в ОЗС новой человек. Как депутат, да. Как депутат, я имею в виду, да. Вы были, да, являетесь помощником. Как руководитель рекотделения, я с деятельностью ЗАГС собрания предыдущего созыва, и даже со созыва, который предшествовал той фракции, которая у нас была, работал, и знаю, чем люди занимались, имею представление. Поэтому все процессы, которые происходят, они знакомы. И можно уже с уверенностью сказать, что мы были готовы всей фракции к тому, что, собственно говоря, сейчас происходит в законодательном собрании. Это о впечатлениях. Что происходит? Впечатления не первые, но мы готовились к тому, что будет непросто отстаивать те идеи, с которыми мы пришли в ЗАГС собрание. Так, собственно говоря, и случилось. Особенно, когда в законодательном собрании есть квалифицированное большинство одной партии, любой. По мне, так это не способствует какому-то конструктиву. Эффективной работе законодательного собрания это точно не способствует. То есть любая партия, она перетягивала бы дело на себя. Когда вы можете принимать решение без оглядки на любое отличное от вашего мнения, это точно не способствует эффективности. Потому что, будучи трижды умным, заслуженным человеком, вы всегда должны прислушиваться к мнению людей, которые являются оппонентами для вас. Хотя бы для того, чтобы убедиться, что вы правы. Если вы не слышите этих людей, не желаете их вообще подпускать даже к принятию решений, то эффективность явно упадет. Но чуть позже мы вернемся к словам спикера ОЗС Владимира Быкова о том, что партия большинства будет прислушиваться к мнению оппозиции. Или, впрочем, вы можете сейчас прокомментировать это заявление. Он сказал это в конце года. Когда угодно. Будем прислушиваться. Да, можно прокомментировать. Я сразу же отметил, что слушать и слышать – это две разных вещи. Так вот сейчас, скорее, нас пытаются слушать, но никак не слышат. Говорить о том, что оппозиция услышана, явно не приходится. Причем, опять же, прозвучало слово «оппозиция», так уже сложилось. Неважно, кто говорит здравую мысль, на мой взгляд. Если без оглядки на партию человек предлагает, человек депутат законодательного собрания, предлагает здравую идею, мы, безусловно, ее поддержим. Без оглядки на партийность. Но эта история не работает в обратную сторону. Потому что если вдруг оппозиция предлагает что-то, пускай даже здравое и идельное, это бракуется, с небольшими изменениями вносится от представителя партии большинства и уже принимается. То есть вот такая практика, на мой взгляд. Но истории таких немало. Да, да, да. К сожалению, ничего не поменялось. В этом новом созыве ничего не поменялось. Либерно-демократическая партия в нынешнем шестом созыве ОЗС увеличила свое представительство. И более того, у ЛДПР самое большое количество мандатов, если говорить о депутатах. От оппозиции 8 мандатов. В общем количестве у вас 17. Вместе с КПРФ и Справедливой Россией. Ну и Единая Россия, напомню, 37 депутатских мест. Ну и вот при таком раскладе, что в ваших силах? В силах ЛДПР и в силах вообще оппозиции и взаимоотношений с оппозицией. На самом деле, даже по началу этого созыва в наших силах было значительно больше, чем сейчас. Потому что, если посмотреть на динамику, пятиминутки, так называемые, которые были в предыдущем созыве, их сейчас нет. Упразднены. Упразднены. Нам объясняют, что все-таки парламентская трибуна это не то место, с которого нужно вещать о проблемах. Мы должны говорить только по повестке, о повестке, о рамках повестки. В эти самые пятиминутки выступающий депутат может включить свои мысли, соображения, наблюдения. Может быть, основывает это на обращениях граждан, которые поступают депутату. В целом, о позиции фракции можно сказать, о состоянии дел, допустим, в экономике Кировской области. Ну, так или иначе относится к работе ОЗС и касается жизни всей области. Да, и плюсом ко всему, сейчас мы мало того, что не можем в пятиминутках выступать, мы обязаны, соблюдая регламент, выступать по задному вопросу. И если волнующий нашего избирателя вопрос не стоит в повестке, вот так сложилось, да, то мы это озвучить не можем. Ну, по логике, да, по регламенту. Хотя, естественно, регламент регламентом, но сложилась уже, на мой взгляд, негативная традиция регламент этот нарушать. Будем нарушать, если нужно будет отстоять позицию тех людей, которые в Кировской области, допустим, замерзают. Нарушение регламента, о котором недавно писалось и говорилось. Да, да. Неоднократно, кстати, регламент нарушался. Напомните, что имелось в виду. И к кому претензии предъявлялись. Претензии, в первую очередь, к председателю законодательного собрания, Буков Владимир Васильевич, очень негативную, как уже я сказал, тенденцию задал, нарушать этот самый регламент. В чем это выражалось? Ну, допустим, мы с вами обсуждаем сейчас какие-то вопросы. Мы их можем обсудить любые. Но согласно регламенту законодательного собрания, мы можем обсуждать вопросы, которые внесены в повестку. Давать выступать любому депутату вне рамок повестки нельзя. Любому. То есть, если это происходит в адрес оппозиции, мы смиренно принимаем. Но если председатель считает по-иному, он может нарушить регламент, и ему за это ничего не будет. То есть, регламент — это внутренний документ, который одним нарушать нельзя. И за это, наверное, их бог покарает или как-то еще, не знаю. А другим нарушать можно. И, естественно, решает, кому можно, а кому нельзя, председатель. Вот это уже практика нездоровая. Но вы ее сейчас будете пытаться изменить каким-то образом? Мы уже пытались изменить. Там речь шла об инициативе законодательной. Да, в том числе, ну, вот когда... Что предлагали-то конкретно? Мы даже не столько регламент пытались поправить, сколько положение. Потому что регламент в целом прописан неплохо. Важно его соблюдать. Другое дело, что нам, наверное, не предусмотреть ответственности за нарушение регламента. Хотя мы как раз-таки и предлагали внести. Либо отлучение от полномочий. То есть если председатель неоднократно нарушил регламент, это зафиксировано, почему бы не поменять председателя? Вот об этом мы и говорили. Собственно говоря, председатель сейчас царь и бог в законодательном собрании. Ему можно все, всем остальным нельзя ничего. Давайте пересматривать. Если есть большие полномочия, должна быть большая ответственность. Это все будет в форме законопроекта вноситься? Изменение в регламент. Мы их уже обсуждали, и это уже не принимается. Можем с уверенностью сказать, что не будет эта инициатива поддержана. Эти вещи тоже на пленарные заседания выносятся? Да, естественно, обсуждаются на комитетах, и потом выносятся на пленарные заседания. И не исключаю, что в феврале мы к этому вернемся. Но на самом деле очень бы не хотелось, чтобы шестой созыв законодательного собрания у жителей Кировской области ассоциировался как раз с вот этой борьбой. Не столь важно, соблюдается регламент законсобрания, не соблюдается. Куда важнее, какие законы принимаются. И если вот это несоблюдение регламента способствует тому, что жители Кировской области ощущают какие-то изменения негативные, то вот здесь, наверное, показатель отрицательной эффективности работы законодательного собрания. Если трижды регламент нарушается пленарно, но жители понимают, что им становится жить лучше, ну почему бы нет? Вот, собственно говоря, ответственность за нарушение регламента. Не так это важно. Куда важнее, что мы принимаем. И вот сейчас, опять же, я могу сказать, как руководитель фракции ЛДПР, мы не всегда принимаем те законы, которые жителям Кировской области во благо. Да, есть понимание, что у нас очень слабенький бюджет. Да, есть понимание, что в сытые годы мы бюджет проедали. Экономика у нас страдала и сейчас от слабой экономики. И мы получаем весь вот тот комплекс проблем, которые есть. Денег не хватает ни на что. И вроде как есть необходимость сокращать на незащищенных людях, на тех, кто получает льготы. И вроде бы как это все без альтернативно. Вы сейчас говорите о событиях осени, да, когда ОЗС принимала вот эти положения, так называемой оптимизации, когда принцип адресности был введен при начислении льгот с семьей с инвалидами, с детьми с инвалидами, компенсация за детские сады. Да, принцип адресности. То есть ЛДПР голосовал за эти изменения? Нет, мы не поддерживаем. Мы понимаем, что есть определенные проблемы. Мы ни в коем случае их не поддерживаем. То есть вот когда нам объясняют, что нужно так или иначе сокращать, мы понимаем, что нужно сокращать бюджет. Но при этом голосуйте против. Да, объясню почему. Объясню почему. Потому что есть масса способов сократить сейчас расходную часть бюджета. Есть очень много когубов, которые работают крайне неэффективно. А вот давайте, Владимир, об этом поподробнее после 30-секундного перерыва. Программа предназначена для аудитории от 16 лет. Поддержка программы «Особое мнение» – компания «Покровстрой». Мы строим для бизнеса. Быстро, качественно, надежно. Особое мнение на 101FM Сегодня мы слушаем, напомню, особое мнение Владимира Костина, координатора Кировского регионального отделения ЛДПР и руководителя фракции ЛДПР в Заксобрании Кировской области. Вот какая интересная штука получается. Владимир говорит, что фракция, которую он возглавляет, понимает, что надо сокращать бюджет. С бюджетом большие-большие проблемы, но нужно сокращать за счет каких-то других направлений. Давайте подробнее. Сложилась практика негативная. Мы режем у тех, убираем льготы у тех, кто больше всего нуждается. И не замечаем гигантские траты, которые уходят, по большому счету, в пустую на воздух. Вот уже сказал про Кагупы. Кагупы сейчас съедают очень много денег бюджетных. При всем при этом, либо существуют чисто декларативно, по сути, не выполняя никакой функциональной нагрузки, нет у них обязанностей. А Григо-губернатор ведь тоже на этой теме акцентировался. Да. Совсем недавно. Говорил о том, какую они малую прибыль приносят. При том, что они тратят на себя гораздо большую сумму. Перед бюджетным посланием как раз вот это мы и обсуждали. И губернатор все эти позиции обозначал в своем бюджетном послании. То есть вот тогда казалось, что у нас, наверное, полностью совпадает мнение по многим вопросам. И мы в ближайшее время увидим какой-то практический результат. Не знаю, может быть, не хватает времени физически. Пока мал срок. Но вот что касается сокращения расходов на те же КГУПы, я пока не увидел результатов. И здесь еще явно есть над чем работать. То есть в ближайшие жизни они заложены. Да, да, да. Многие КГУПы, которые, в принципе, можно сокращать. Вот саму структуру как таковую. Кто будет выполнять ее функции? Ну вот представьте, давайте поговорим о газификации. Если газификация, допустим, в 2013 году на нее выделялось порядка 600 миллионов, эти деньги как раз-таки КГУП осваивал, выступал в качестве заказчика, контролировал работу подрядчиков, то этот же КГУП сейчас, по сути, не распределяет никакие бюджетные средства. КГУП есть, денег нет. Как он называется? Я помню. Управление газификации. Управление газификации нашего региона. Соответственно, зачем нужен этот КГУП? Вопрос. Да, может быть, мы рассчитываем на какие-то, на привлечение бюджетных средств в будущем. Правильная надежда. Там, подождите, в Газпром, по-моему, какое-то софинансирование у него есть. Вот об этом речь. У Газпрома есть софинансирование. Газпром будет эксплуатировать те сети, те котельные, пускай не котельные, те газораспределительные станции, которые строятся. И Газпрому выгодно, чтобы эти объекты строились хорошо. Газпром софинансировать. Почему эти функции, которые существуют сейчас, у КГУПа не приложить на Газпром? На ту организацию, которая в итоге будет обслуживать. Есть обл. коммунсервис с участием области. Почему тогда им не отдать функцию заказчика? То есть мы, по сути, сейчас дублируем все эти функции. И этот же самый КГУП свою работу еще и выполняет крайне некачественно. Пример. Фаленский район, поселок Фаленки, у жителей регулярно перемерзает газ. То есть им газ не доходит. И когда мы это все обсуждаем, это действительно, возможно, я не будучи специалистом... Потому что бестолково это спроектировано изначально, что бис перемерзает. Бестолково это все построено. Когда в трубах осталась, не просто конденсат остался, осталась вода, и она там замерзает. И регулярно, по 140 обращений в день, представьте, о том, что газ не поступает. От жителей приходит и выезжает постоянно бригада. Постоянно это устраняет за деньги. Кому платить? Областному бюджету. Это ли не повод озадачиться тем, чтобы либо заставить КГУП работать эффективно, либо все-таки расформировать его? 30 миллионов в год. Да, вот эта идея с КГУПами, она на каком уровне озвучивается вами? И каким образом вы собираетесь все-таки убедить в ее целесообразности? Эта идея озвучивалась. Вот эта конкретика, которую я сейчас дал, мы, безусловно, будем доводить ее до губернатора, до профильного министра. Надеюсь, что они услышат, либо будут оппонировать, и министр скажет, почему КГУП нельзя сейчас выпразднить. Какие еще идеи сейчас прорабатываются в рамках фракции, не знаю, отдельными депутатами, в ЗАГС собрания, по поводу того же сокращения расходов? Вы знаете, не всегда нужно привлекать дополнительные денежные средства для того, чтобы что-то сделать более эффективным. К примеру, вот у нас сейчас распределение мест в детских садах крайне несправедливое. Об этом говорят многие. И если сотрудники различных госорганов получают внеочередное право поступления детей в детский сад, то, к примеру, матери-одиночки не имеют даже первоочередного права. Об этом мы с вами говорили в рамках другой передачи. Это как раз-таки повод нам, как законодателям, пересмотреть, возможно, существующие нормы. Либо понять, что такого мы можем сделать, повлияв, может быть, на департамент образования города Кирова, чтобы ситуация изменилась. Но это, согласитесь, несправедливо сидеть с ребенком до трех лет, будучи одинокой мамой, и не получая никакой доход. Это вряд ли возможно. А вы тоже в разработке этих инициатив руководствуетесь этой мысли о том, что дополнительных расходов лучше бы не привлекать на это в условиях жесткой экономии? Давайте коснемся вопроса о детях войны. С одной стороны, конечно, желательно не привлекать дополнительных расходов в бюджет. Давайте поясним, что такое законопроект о детях войны. На последнем пленарном заседании в Рио губернатор вышел с этой инициативой. Инициатива раньше коммунистами в том числе озвучивалась. И в СМИ сообщалось о том, что на ближайшем февральском пленарном заседании в АЗС будет рассматриваться инициатива. Там речь идет о том, чтобы выдавать детям войны, людям, родившимся в то нелегкое время, удостоверения и нагрудные знаки. Смысл называется внеочередное, к примеру, обслуживание в поликлиниках и других социальных учреждениях. На самом деле уже неплохо. Если мы этот статус сейчас определим, дай бог, в ближайшее время мы доживем до того, чтобы все-таки как-то компенсировать те потери, в том числе потери здоровья, которые эти люди понесли в свое время, трудясь на наши с вами блага. Здесь, знаете, хочется прям вспомнить фразу, которая прозвучала на одном из комитетов как раз-таки предыдущего законодательного собрания, когда обсуждался вопрос о сокращении доплат к лицам, замещающим муниципальные должности, являющимся главами районов, главами поселений. Вы знаете, там серьезная надбавка к пенсии есть у этих людей. Собственно, и по меркам поселений не такая плохая зарплата. Так вот, один из депутатов сказал, вот если мы сейчас это отменим, вы представьте, как мы им в глаза будем смотреть. Когда они избирались, они шли в том числе за этой пенсией. Не встает вопрос, как мы будем в глаза смотреть людям, которые трудились на благо нас с вами в те тяжелые времена. Не встает вопрос. Почему? Почему, когда мы сокращаем компенсации тем же ветеранам труда, этот же вопрос не встает? Подождите, не сокращаем, а инициатива вообще не решить. Да, да, да. Ну, слава богу, пока не прошла. Это тоже последнее время заседания. Пока. Не, ну вы знаете, если хотите усвоить мои эмоции, отменить ежедневно выплатами ветерана труда, у нас не так давно город Киров получил статус города трудовой славы. А как при этом отменять-то? Видимо, нет в городе трудовой славы ветеранов труда, которые заслужили добавку, простите, в 450 рублей в месяц. Казалось бы, вот опять же, многие говорят, там, льготы, ветераны, да вот у нас бюджет от этого страдает. Не от этого страдает бюджет, не надо путать. Опять же, я коснулся экономики. И когда я говорю, деньги проедаются, я не говорю о том, что мы их тратим на льготы, и там нужно их сокращать. Речь совершенно о другом. Те деньги, которые мы выделяем на развитие промышленности, вот они проедаются, бездарно причем. Посмотрите на промпарки. И здесь бессмысленно предъявлять претензию какой-то нынешнему правительству. Понятно, когда это делалось, понятно, кем, и непонятно, кто за это ответственность понес. Вот единственный вопрос, который вызывает неумение. Подожди, там в предыдущем составе правительства выговор был вынесен двум зампредам. Да, это, наверное, серьезная кара. Имел неосторожность присутствовать на нескольких рабочих группах как раз планирование постройки промпарка Вятских Полянах. Я вам скажу, ну там, наверное, как говорится, Сталина на вас нет, там бы расстреляли. Прямо на рабочей группе. Потому что вопрос о создании сайта обсуждался три раза подряд. И сайт не был создан, более того, сроки не были определены. Это, наверное, сложный такой вопрос. Сайт для того, чтобы ознакомиться. Это вот просто для общего понимания, как планировалось создание этого промпарка. Когда деньги выделяются в федерации в размере полмиллиарда рублей, надо не только обрадоваться и попытаться освоить. Надо обрадоваться и освоить так, чтобы экономика получила дополнительные средства. Когда у нас там непонятные резиденты, резиденты непонятные, я так понимаю, до сих пор и пытаются привлечь кого-то снова. Нет, ну список, по крайней мере, можно найти, по-моему. На сайте той же корпорации развития Кировской области. Список и отдача, это, опять же, разные вещи. Вот именно об этом мы и говорим. То есть сейчас, естественно, нужно уделять больше внимания экономике для того, чтобы бюджет не был просто набором цифр. Потому что, когда мы говорим, ну вот у нас слабый бюджет. Ну а почему ветераны-то от этого должны страдать? Из-за них у нас слабый бюджет? Нет, они, извините, вложили все свои труды, они работали как могли. И причем отработали неплохо. Если вспомнить экономику, которую они нам оставили, это была мощная экономика, с помощью которой эти самые ветераны труда могли рассчитывать на то, что у них будет доплата к пенсии, и, наверное, не 450 рублей. И, наверное, они не будут задумываться о том, что выбрать? Продолжить работать или 450 рублей? Вывод очевиден. Продолжить работать. И когда мы их толкаем на то, чтобы продолжить работать, ну, извините, это точно не подарок. И когда мы говорим о нуждаемости, это тоже правильная вещь. Но нужно эту правильную вещь правильно и трактовать. Когда профильный министр, исполняющий обязанности, докладывает, что мы ориентировались нормами, которые существуют в Татарстане, в Чувашии и так далее. и там норма по Татарстану дохода 20 тысяч рублей, так вот вы мне покажите этих ветеранов труда, которые там по 20 тысяч рублей все еще претендуют на 450 рублей доплаты. Много ли у нас их таких? И если мы ориентируемся на Татарстан, давайте, может, тогда такую же норму для начала введем. Не прожиточный минимум, а 20 тысяч рублей. И посмотрим, сколько ветеранов у нас отсеклись, и как они переживают по этому поводу. Я думаю, там, может быть, десятками, максимум сотнями мы будем исчислять вот этих самых ветеранов. Этот законопроект об отмене ежемесячных выплат ветеранам труда, у вас есть предположение и опасение, что он еще раз будет вноситься, и правительство будет каким-то еще убранным? Более того, члены правительства об этом уже заявляли. Да, там, кстати, сумма озвучилась 140 миллионов рублей, которые, может быть, высвобождены. Вот опять же, есть возможность сэкономить 140 миллионов рублей и отправить эти деньги на поддержку многодетных семей. Почему мы должны забирать у одних и отдавать другим? Раньше у нас, опять же, экономика была не сильно крепче, и мы могли поддерживать и тех, и других. Сейчас нужно из кого-то выбирать. Простите, я вас прервал, вы там, что-то начали говорить, про члены правительства. Да? Да же. Интересно, что Курдюмов об этом уже сказал, поэтому мы... То есть еще раз будет, еще раз будет, я так полагаю, что да, да, полагаю, что к этому вопросу мы вернемся. Более того, я не скрою, мы очень удивлялись, когда увидели результаты голосования. Одного голоса не хватило, чтобы этот закон прошел. При том, что вся оппозиция проголосовала против, при том, что среди депутатов от правящей... От Единой России. От партии, да, от Единой России нашлись те люди, которые воздержались. И более того, по-моему... Нет, воздержались. То есть против, по-моему, никто не проголосовал. Соответственно, когда мы увидели результаты голосования, мы, мягко говоря, удивились и ждали, что в очередной раз мы, наверное, будем переголосовывать. Это вопрос, тоже практика уже сложилась, и тут удивляться, наверное, бессмысленно. Нет. Вдвойне мы там обрадовались, но заявления прозвучали, и, наверное, вернемся к обсуждению этого вопроса снова. У нас реклама сейчас, и скоро мы продолжим нашу беседу. Программа предназначена для аудитории от 16 лет. Поддержка программы «Особое мнение» компания «Покровстрой». Мы строим для бизнеса. Быстро, качественно, надежно. Особое мнение на 101FM Владимир Костин сегодня в студии «Особого мнения», координатор Кировского регионального отделения ЛДПР, депутат, ЗАГСобрания и руководитель фракции Либеральной демократической партии в нашем региональном парламенте. Еще хотелось бы получить ваши комментарии по поводу недавнего заявления в Рио губернатора Игоря Васильева на последнем пленарном заседании в УЗС в 2016 году. Законодательное собрание, сказал он, все-таки место для дискуссии. Мы должны слышать друг друга. Сегодня прозвучало оппозиционное, не оппозиционное. Вам всем доверили люди, большая часть людей или меньше. Но за каждым из вас стоят эти самые люди. Ваше мнение очень важно. Хотелось бы, чтобы вы его высказывали, в том числе и на комитетах. Дискуссия должна быть. И что имел в виду, на ваш взгляд, глава региона? Безусловно. Я надеюсь, что как раз позицию губернатора в первую очередь услышал председатель нашего законодательного собрания. Как мне кажется, все, что сказано, было адресовано в первую очередь ему. Потому как участвовать в дискуссии мы участвуем. Пытаемся, по крайней мере. Опять же, к вопросу слушать-слышать, вот это, наверное, как раз такие проявления признаков дискуссии. Когда один говорит, второй делает вид, что его слушает, но это не дискуссия. Мы готовы спорить на комитетах. Более того, периодически это случается. На комитетах, на совете законодательного собрания. И когда без объяснения причин отказа большинство голосует так, как голосует, но кроме как недоумения, это ничего вызвать не может. Оппонируйте. Вот есть наша точка зрения. Вы скажите свою. Мы хотя бы будем ориентироваться. Чем вы руководствовались, принимая тот или иной закон. Сейчас же полный штиль на комитетах, за исключением высказывания наших позиций. На законодательном собрании мы снова что-то высказываем. Результат вы все прекрасно представляете. Голосование идет однобоко. К вопросу, опять же, как изменилось законодательное собрание по сравнению с предыдущим созывом. В предыдущем пятом созыве была практика перед пленарным заседанием. Руководители фракции собирались и обсуждали все ключевые вопросы, которые будут обсуждаться на пленарном заседании, чтобы понять позиции фракции. Сейчас этого нет. То есть тем самым, опять же, это все обусловлено позицией председателя. Председателю, в принципе, не интересно, что думает оппозиция. Как вы будете голосовать по какому вопросу? У нас большинство квалифицированы. Если нужно, мы примем все без вас. Не всегда, правда, получается, но в большинстве случаев это именно так и происходит. Соответственно, говорить о том, что у нас налажен диалог, точно не приходится. Мы вроде бы как все участвуем в работе законодательного собрания, пленарном заседании, комитетах, но все по-разному. Все по-разному понимаем эту работу. Какую роль во всем этом процессе законодательном играет спикер УЗС Владимир Васильевич Быков? Ключевой, очевидно. И ваше мнение о нем, как руководителя собрания, вот он на своей должности здесь? Очевидно, ключевую роль играет руководитель ЗАГС Собрания. И он определяет, опять же, нарушается регламент, не нарушается. Какие вопросы в повестку попадают, как они попадают, как это все обсуждается на комитетах, как это все проходит через пленарные заседания. И я так понимаю, все-таки ключевое влияние на фракцию как раз таки у нынешнего руководителя ЗАГС Собрания, несмотря на то, что он формально не является руководителем. И говорить о том, что как может измениться процесс, будет другой председатель, кардинально может поменяться процесс. И во многом важно наладить диалог, то, чего сейчас нет. И мы коснулись уже вопроса... Подождите, вы уже не первый раз говорите о том, что был бы другой председатель. Вы будете продвигать, что называется, эту идею? Инициировать? У нас еще больше четырех лет работы. Я не исключаю, что либо мы изменим позицию нынешнего председателя, либо поменяем председателя. Есть другой вариант, ничего не изменится. Вариант три не сильно устраивает, вот по крайней мере, нашу фракцию, потому как работать в том формате, который существует, очень сложно. Эффективно работать очень сложно. В принципе, делать вид, что мы работаем, то можно. Каким образом, кстати, можно поменять председателю? Напомните. Может, председатель сам захочет измениться? Я же повторюсь, первая позиция. Председатель поменяет свое отношение к происходящим процессам. И начнет слышать. Сейчас этого не происходит, но вдруг, ну, не знаю, там, озарит его, что все-таки с оппозицией куда конструктивнее работать вместе, а не против друг друга. Потому как, следуя тому, что сказал губернатор, все мы представители, избиратели, тех людей, которые за нас проголосовали. И важно слышать всех. Председатель, отсекая мнение оппозиции, в принципе, не хочет слышать тех людей, которые голосовали против. Располагает ли он тем самым к себе избирателя, в том числе того, кто голосовал за него? Наверное, нет. Вот поэтому и хочется, чтобы председатель изменил отношение к процессу. Откогда стало известно, что именно Владимир Быков возглавит ОЗС, нынешний вице-спикер Заксобрания Романа Титов говорил о том, что за годы работы в Гордуме, за годы ее руководством Владимир Васильевич грамотно организовывал ее работу, успешно. И по его словам, что и ОЗС тоже перенимет этот опыт. Согласны? Куда важнее мнение не господина Титова услышать, а мнение жителей города Кирова. И области, прослушивая соблазнования. Все-таки, раз мы говорим пока о городской думе, о руководителе городской думе, то, наверное, в первую очередь нужно было спросить, насколько эффективно руководил городом на тот момент глава этого самого нашего любимого Кирова Владимир Васильевич Быков. И здесь, вы знаете, мнения это разнятся. В том числе с мнением господина Титова. Если спросить жителей Кирова, мы можем услышать много всяких неприятных вещей. Будет ли то же самое с областью? Вопрос. Другое дело, что, будучи главой, у Владимира Васильевича было куда большее количество полномочий, чем сейчас у него в ЗАГС-собрании есть по управлению областью. Но, тем не менее, его позиция ключевая. И его отношение к тем вопросам, которые мы принимаем, тоже является ключевым. А как вам заявление Владимира Быкова о том, что монополия Единой России в ОЗС это скорее плюс? О том, что у представителей оппозиции нет достойных персон для того, чтобы возглавлять комитеты. Нет более опытных, чем в Единой России. Что касается монополии, я уже высказал мнение. Любая монополия — это вред. Если сейчас две трети голосов в парламенте возьмет ЛДПР и перестанет слышать другие партии, это точно будет во вред. Если возьмет две трети, хорошо, но слышать не перестанет. Вот ключевой вопрос. То есть сейчас квалифицировано большинство, всех остальных невидим. Что касается второго момента, нет кадров. Ну, наверное, некорректно хвалить своих. Поэтому я посмотрю на других представителей оппозиции. Василий Куприянович Сураев. Человек, которым можно считать непрофессионалом. Да, очень не хотелось бы сравнивать. Но при всем при этом, как таковой, человек весьма достойный. Анатолий Михайлович Чурин. Вот просто два человека, которые, наверное, ослабят ту позицию, которую озвучивает председатель о том, что людей нет своих, хвалить не будут. Остается у нас буквально несколько минут. Я хотел бы все-таки перейти к итогам года, на ваш взгляд, к самым важным событиям. Но перед этим я хочу уточнить этот вопрос. Как известно, накануне 2017-го освободилось место во фракции ЛДПР в городской думе. Каково будущее, Владимир? Поделитесь, пожалуйста. Потому что информация такая противоречивая. Объективных данных пока нет вроде как в СМИ. Депутатом будет кандидат, который стоит в следующем списке. В следующем списке стоит Юрий Львович Лемензон. Поэтому в ближайшее время он станет депутатом в городской думе. Это не одномандатный округ. То есть депутат, который сложил полномочия и избирался по списку. Соответственно, движение будет по списку. Вопрос уже решен. Здесь иной процедурой. Согласие Львовича уже получено. Там нужен самоотвод, чтобы процедура изменилась. Самоотвода нет. Юрий Львович готов работать. Надеюсь, что у него все получится. И работа будет эффективной. То есть переговоры, согласование уже проведено. Безусловно. Потому как сроки там сжаты. И важно понимать, берет человек самоотвод или нет. Если самоотвода нет, то процедура прописана законом. Мандат передается следующему по списку. Вполне возможно, что в следующий раз, когда Юрий Львович к нам придет в студию, он уже будет в статусе в том числе депутата городской думы. Не исключено. У вас частый гость, поэтому не исключено. Хорошо. Итак, итоги года. 2016 года я вас предупреждал, просил, чтобы вы выбрали по три каких-то основных главных события в масштабах страны и три главных события в масштабах нашего региона. Данные Всероссийского центра изучения общественного мнения вам, к примеру, известны. О том, что парламентские выборы наши сограждане сочли самым значимым событием ушедшего года. Я солидарен с большинством жителей нашей страны о том, что парламентские выборы стали ключевым событием. Другое дело, не совсем я тут склонен доверять ВЦИОМу, потому как 40% приходит на выборы, при этом большинство считает, что самое важное событие. Либо многие прогуляли самое важное событие года, либо тут в ЦИОМ чего-то там не досмотрел, может быть, неправильно посчитал. Что касается нашего региона, ну вот пока по верхам, да, не совсем я согласен, что продолжение строительства путепровода это знаковое событие. Я напомню, что это главный ответ в голосовании, которое организовывала Кировская городская дума. Опять-таки не склонен верить результатам этого голосования, потому как завершение строительства путепровода в Чистые пруды будет знаковым событием для города Кирова. Может быть, даже для Кировской области. В 2018 году, если все пойдет так, как должно идти. Если все пойдет. Поэтому говорить о том, что строительство продолжится, оно должно было продолжаться. Вот что-то знакового я здесь не заметил. Знаковым, опять же, могла быть приостановка. Планы определены, давайте работать в рамках планов. По стране. Честно говоря, год был на самом деле очень непростым и для страны тоже, и те парламентские выборы, которые прошли, они, с одной стороны, показали, что в целом население продолжает жить стабильно и этому радоваться. С другой стороны, не совсем отдает отчет в важности той возможности, которой дает Конституцию. То есть возможности выбирать. Не знаю, вот эти парламентские выборы, тут имеется в виду, наверное, не только выборы в Госдуму, но и вообще в парламент других уровней. В первую очередь в Государственную Думу. Или в Государственную Думу. В первую очередь в Государственную Думу. Я просто жду, я широко себе пытаюсь понимать это. Тут на самом деле, на мой взгляд, идет полное соответствие выборов в Государственной Думе и выборов, допустим, парламентов-субъектов. Потому как, если посмотреть на Государственную Думу и на Заксобрание, один в один, там конституционное большинство, тут квалифицированное большинство за счет одномандатников, за счет одномандатников. Ну, собственно говоря, все очень похоже. Опять же, воспользовались тем, что избиратели не в полной мере могут разобраться, кто такие одномандатники. И большинство от представителей партии, которая набирает на самом деле не так много, избирается в Государственную Думу. И когда мы говорим о легитимности, ну, нужно посмотреть о том, что 40% избирателей дошло до избирательных участков. Из них там 40% отдали свои голоса Единой России. Одномандатники некоторые избрались за счет поддержки избирателей количеством 25-27% голосов. При этом квалифицированное и конституционное большинство соответствует ли этой реальности? Это вопрос не только мой. И люди, с которыми мы общаемся регулярно, да, которые ходили на выборы, не ходили на выборы, говорят, что, ну, в принципе, это невозможно. Надеюсь, когда-то придет осознание до людей, что нужно прийти на избирательный участок самостоятельно, не доверяя никому, поставить галочку там, где ты считаешь нужным, испортить бюллетень ради бога, но проявить свою позицию не просиживанием штанов на диване где-то, а все-таки... Владимир, минута и все-таки, уже не по три прошу, а хотя бы два или по одному главному событию на уровне региона. По стране выборы депутатов Государственной Думы, по региону отставка губернатора очевидна, потому что это серьезное потрясение. Со знаком плюс событий или минус нам, наверное, придется оценить уже в 2017 году, по крайней мере, произошло. Поэтому событие ключевое. Ну, на втором месте назначение временно исполняющего обязанности. И ожидания новых выборов, конечно. И ожидания новых выборов. Хорошо. Владимир Костин, координатор Кировского регионального отделения ЛДПР, депутат Законсобрания Кировской области, руководитель фракции ЛДПР в нашем областном парламенте. Истекает время вашего особого мнения. До новых встреч. Всего доброго. Спасибо. Всем до свидания. Особое мнение на 101FM